Добрый день, друзья, добрый вечер. Рад всех приветствовать. Специально для Ческом Ру. Я Владимир Добров. Сегодня я с вами проведу обзор лучшей партии дня в Вейконзии. Ну что же, надеюсь, все уже сегодня получили заряд бодрости и позитива, очередного шахматного адреналина. И, безусловно, сегодняшняя партия, которую отметил как раз-таки Александр Грещук с Марией Емельяновой, партия Дуды и Рапорта, двух замечательных и ярких шахматистов, сегодня вашему вниманию. Итак, ну что же, двинемся вперед. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать с радостью. Всех вас приветствую, YouTube и Twitch. И полетели. Итак, вообще интересно, что данный турнир нам готовит. Больше будет склоняться к ходу D4 или к E4. Сегодня на большинстве досок был сделан ход ферзевой пешкой. Ну вот, в общем, как пойдет, мы посмотрим. Итак, D4, конь F6. Рапорт играл сегодня черными. И в таких вот хитрых разветвлениях лондонской системы рапорт сделал ход слона F5, который, в общем-то, является достаточно модным продолжением. И много здесь всего уже сыграно. Топ у меня и не только. И C4, один из самых амбициозных, безусловно, ходов, который создает напряжение в центре. E6, E3. Ну что же, вот это первая позиция, которую надо отметить, что у черных здесь есть уже определенный выбор. В первую очередь это взятие на B1. В случае слона B1 белые чаще всего забирают ферзем и после шаха теряют временно, точнее всегда, рокировку. И вот такие вот варианты. В таких вариантах, в общем-то, чаще всего у черных очень крепкая позиция. В целом, думаю, что для Дуде, как и для него, точнее, позиция была весьма комфортна. Но рапорт известен тем, что достаточно боевой, активный шахматист решил сыграть похитрее и сделал ход конь Bd7. Отмечу, что кроме хода E3 в этих позициях еще существует такой достаточно хитрый ход Fb3, который ведет к более острой борьбе. Ход, который весьма конкретен. То есть белые нападают на пешку B7. И в этом случае теория развивается, может, следующим образом. Черные забирают DC, ферзь идет B7, слон E4. Жертвуется пешка на C7, но начинаются дикие осложнения. Дается шах на B4. Мы видим в данном случае у белых не такой большой выбор. Белые должны здесь играть конь Bd2, потому как слону возвращаться нельзя из-за потери ферзя, но конь Fd2 достаточно корявый ход. Да, ну и в случае хода конь C3, черные забирают на C7, слон C7 и бьют на F3. И возникает достаточно быстро вот такое вот развитие событий. Конь D5, нападая на слона и, соответственно, на коня C3, слон бьет B8, ладья B8. И после ладья C1 вынужденного хода, черные играют, скажем, король E7. И позиция достаточно быстро выхолачивается, потому что после хода слона бьет C4, естественно, черные пробивают на C3 два раза, пользуясь тем случаем, что первая линия слаба. Черный, белый играет король E2, слон D4. В этом случае мы видим, что фигуры все, в общем-то, ушли с доски, и партия быстро заканчивается в ничью. Ну, вот в случае хода конь B2, здесь интересные могут быть осложнения. После ферзь бьет C7, слон C7, черные, допустим, играют король E7, подготавливая ход ладья C8. После А3, C3, вот такие вот бешеные совершенно варианты могут возникать. А, B, C, B. Вот видите, какая сложнейшая позиция. Ладья А2, и после хода ладья C8, слон на C7 теряется, так как первый ряд, опять-таки, слабый. Ну, и, в общем-то, к такой вот позиции могло привести это продолжение. В целом, здесь позиция ближе к равенству. Белые здесь играют либо E3, пускай ладью тогда на C1, и фланг все-таки у белых стоит. Ну, и в этом случае черный порядок. Ну, что можно отметить, значит, ферзь B3, ход, безусловно, делался, но все-таки он не самый главный, и мы идем к партии. E3, конь B7, ферзь B3, амбициозный ход, слон D6. Ну, и вот здесь после слона D6 у белых немало было возможностей, их отмечали также и наши уважаемые комментаторы. Дуда сыграл слон G3, однако, вот, интересен был ход слона D6. В этом случае у черных продолжений было немало, промежуток D7, безусловно, заслуживает внимания, ну, и, в общем, спокойное взятие на D6. Что же в этом случае могло произойти? В случае ДС белые забирали, скажем, на C7, одна из возможностей СБ, слон D8, БА, конь C3, ладья D8, ладья А2. Ну, и, в общем-то, после А6 позиция скорее ближе к равенству, нежели к каким-то перевесам белых, то есть, так как структура вполне крепкая, у черных проблем никаких нет, у линии у C они занимают, ну, и, в общем-то, говорить о каких-то серьезных преимуществах не приходится. Второй же вариант, который у белых также возможен, в этом случае, это взятие на C4. И теперь после СД мы видим позиция тоже достаточно интересная. Ферзь B7, допустим, есть ход ладья B8, ферзь А6, ладья B2, конь B2, висит пешка на D6, ее надо защищать, и, в принципе, можно даже, наверное, попробовать сыграть король Е7, но в этом случае, скажем, белая играя ферзь А3, мы видим, атакует ладью B2, и некоторые виды имеют на пешку D6, наверное, определенное преимущество белым сохраняло. Ну, хорошо, значит, это была такая опция, мы идем пока дальше, и возвращаемся к позиции после... 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 В этом случае белые могли бы сыграть конь C3, и здесь мы видим давление на D5, определенное белое оказывает, и черные, конечно, могут побить ДЦ, в этом случае есть выбор между взятием на B7 и взятием на C4. В целом позиция у белых чуть приятнее, а в случае, скажем, такого хода, как конь B6, который определяет пешку C4 у белых, в общем-то, есть неприятный шаг на B5, который позволяет им захватить, ну, достаточно интересную инициативу. В этом случае, после естественного хода ферзь D7, белые могут позволить себе как перейти в Эншпель после хода король D7, ну, здесь, можно сказать, позиция скорее равная, ближе к равенству точнее, так и попытаться сыграть более амбициозно, сыграть, скажем, C5, после хода конь C8, скажем, пойти ладят C1. В этом случае мы видим определенное давление пешка на C5, хороша, защищенное, позиционное давление у белых присутствует, и, наверное, черным нужно делать еще несколько точных ходов для того, чтобы позицию уравнять. Но третий же вариант, который также возможен, скажем, если черные здесь захотят как-то сыграть экстравагантно, скажем, убрать королев на F8, ну, тут достаточно даже пойти B3, после чего мы видим, белые сохраняют сильную пешку на C4, и ферз на B5 к нему никак не пристать, слон Е2, аркировка белых должен быть большой плюс. Ну что же, вот такой вот небольшой экскурс по дебютному варианту, слон G3 сыграл Дудом, и здесь раппорт сделал интересный ход ДЦ. После ДЦ слон C4, у черных также здесь было немало возможностей, пешка на B7, конечно, провисает, раппорт сделал ход ЛДБ8, однако можно было сыграть даже более амбициозно, сыграть А5, вот такая тоже возможность у черных была. Ну и в этом случае белые должны были, если в случае взятия на B7, черные, в общем-то, стояли достаточно крепко, пус ладья B8, ферз А6, ладья B6, и ферз А7 взятие на B2, аркировка, ферз B8, ну, говорить о каких-то больших перевесах за белых не приходится, может быть, какой-то номинальный плюс у них и есть, мы видим, что на А5 пешка не висит, так как теряется конь в этом случае, очень много ударов по линии B, ну, в общем-то, позиция, наверное, ближе к равенству. Ну, однако, естественно, белые не обязаны брать на B7, могут они развиваться более спокойным способом. Ну, в этом случае черные, в общем-то, укрепляются, и позиция весьма интересна. Ну, что ж, двинемся дальше. Ладья B8, здесь у белых была возможность развить коня как на D2, так и на C3, также можно было сделать эрокировку предварительно, не определяя положение коня. Дуда решил сыграть конь C3. Дуда, конечно, здорово усилился в дебюте, надо отметить, и эта партия, не сказать, чтобы она принесла ему какие-то плоды по дебюту, но, тем не менее, вообще вся игра дальнейшая была весьма концептуальна. B5 очень агрессивно и, в общем-то, правильно сыграл раппорт, напал на слона, брать, конечно же, было нельзя. И после эрокировки ладья D1, тонкий, опять-таки, ход, подготавливающий груз коня в центр, позволил, в общем-то, белым задать некоторые вопросы. Отреагировал раппорт просто, ферзь Е7, четкий ход, и возникла первая критическая позиция после хода конь Е5. Очень принципиально было сыграно, угрожает вилка на C6, в этом случае черные играют B4, попадают на коня, конь А4, и взятие на Е5 происходит слоном ДЕ, конь Е4. Настоящая жертва пешки, позиционная. Ф3, на эту позицию шел Дуда, на эту позицию шел и раппорт, но, безусловно, отдать должное Яну Кшиштофу, который сыграл именно позиционно на охотчиво. Он жертвует центральную пешку ради ограничения подвижности черных фигур, и вот здесь уже много времени потратили оба игрока, у них оставалось здесь уже буквально по 20 минут на часах, и долго здесь раппорт размышлял, брать ли ему центральную пешку или разгружать позицию после хода конь C5, что и было в партии. Ну и, в общем-то, действительно было над чем подумать, и все же он решил поменять коней. Но давайте рассмотрим, что же все-таки предполагал ход конь Е5. Ход достаточно принципиальный, пешка центральная уходит с доски. Белы обязаны вырезать слона на время, слон G6, и в этой позиции белы, скорее всего, располагали бы ферзя на поле Е3, где он хорошо контролировал бы поле C5. Мы видим, что лишняя пешка черных находится на ферзевом фланге, где, в общем-то, пока никаких ситуаций не происходит. У белых простая, в общем-то, игра. Они могут поставить короля на F2, в дальнейшем перекинуться на линию C, давление оказать. И, в целом, если ему удастся поменять ферзей в этой позиции, у белых возможен долгосрочный перевес. Потому что в Эншпиле их король будет ближе к центру, и, в общем-то, игра по отношению к этому слонам будет весьма неприятна. Поэтому черным в этих позициях одна из таких классических идей, которая возникает, это движение F5. То есть для того, чтобы обеспечить слону чуть больше пространства, пробить, так сказать, центр. Ну и вот здесь вот критическая, конечно, позиция могла возникнуть. Допустим, черные могут выбирать между движением, какую ладью еще ставить на D8, оставить ли ладью на F8 с целью проводить этот ход F5, либо оставить все-таки ее на B8. Сказать сложно. Но, к примеру, после ладья BD8, король F2, такой самый напрашивающийся ход, черные могли бы продолжать ходом F5, и возникала достаточно сложная борьба. Ферзь C5, то есть черные, опять-таки, белые предлагают размены. То есть с целью как раз-таки обеспечить вот эту вот инициативу. Так как пешки черных на этом фланге весьма слабы, они могут очень быстро потеряться, если мы ферзей смахнем. Но черные будут, скорее всего, от этого защищаться. Сыграют ферзь F6, и после EF, EF, позиция бы открывалась, и мы видим, что, скажем, ладья D8, ладья D8, ферзь бьет B4. Восстанавливается материал, однако черные фигуры приобретают определенную уже активность. Ну и здесь сложная позиция, то есть черные здесь имеют даже такой интересный, отвлекающий ход, как А5. это уже, конечно, компьютерные анализы, и, скажем, брать на А5 нельзя из-за хода конь D3. Здесь черные уже получают выигранную позицию из-за хода ферзь D4. То есть вот такая вот активность от черных заслуживала серьезного внимания, то есть именно игра с ходом F5, после чего возникали действительно острые продолжения. Ну, в общем-то, здесь сложно, говорю, так вот за очень короткий период провести полный анализ этой позиции, однако вот ключевым, в общем, ключевой идеей был ход F5. Здесь такого не последовало, и все-таки решил раппорт перейти в позицию, где у него будет прекрасно располагаться ферзь. Он съедает центральную пешку, у него великолепное положение ферзя, однако, несмотря на это, есть определенные, как говорят, нюансы. Ладья D7, ладья врывается на седьмой ряд, и вот эта линия D, она очень сильна, у белых теперь развязаны руки, и наличие этой лишней пешки пока не гарантирует черным полного, как ни странно, равенства. Здесь нужно очень точно играть. И такое ощущение, что раппорт менять, сколько потерял здесь нить, то есть он вроде бы делал правильные ходы, однако вот эти вот правильные ходы, их нужно было сделать немало. Белым играть здесь несколько проще, что, в общем-то, и отметил также наш великий шахматист Александр Грещук в комментариях live. Итак, последний ход А5. Сложно сказать, насколько ход А5 был здесь необходим, просто раппорт решил не определять позицию других пешек, может быть, не видел какого-то более полезного хода, однако здесь у черных как минимум несколько продолжений, которые могли, скажем так, быть равнозначными. Одно из этих предложений достаточно экстравагантно. Черный был достаточно интересный ход G5. Невременно организуется форточка, король несколько приоткрывается, но этим воспользоваться никак нельзя. Более того, пешка на G5 в некоторых вариантах, ну, допустим, в случае хода лагеря C1 логичного, когда белые нападают на пешку C7, черные могут позволить себе различные продолжения, в том числе играть как H5, даже у них есть идея с H4, так, в общем-то, и C5, и там, и там позиция достаточно сложная. То есть пешка на G5 обеспечивала такой, в общем-то, интереснейшую компенсацию, не точнее компенсацию, интересный встречный курс. Но решил пока попременить рапорт, возможно, не знаю, переоценивал свою позицию, все-таки лишняя пешка, ферзь в центре, что, казалось бы, может здесь произойти, однако не все так просто оказалось. Ладья D1, и здесь, опять-таки, была масса продолжений, и одной из них рапорт пропустил. Он сыграл H5, то есть, в общем-то, ход весьма логичный, опять-таки, форточка организовывается, однако у него был достаточно надежный, на первый взгляд, ход, который давал полное уравнение. Ход А4, то есть на другом планке, пешка альфа-зерва. И в случае взятия на А4 черный вы забирали на Б2, и мы видим, что это уже позиция, эта позиция уже действительно равная, грозит ход ладья А8, пешка на А2 может быть потеряна, ну и здесь белые как бы ни играли, скажем, Е4, слон Ж6, там ладья Д2, черный ферзь может располагаться где угодно, вплоть даже на НЦ3, и на Е5 опять-таки может вернуться. Позиция у них очень крепка и надежна. Так что вот ход А4 для черных был очень важен. После же хода Х5, Е4, слон Ж6, здесь здорово Дуда перестроился, он как раз-таки не дал возможность черным осуществить этот разгрузочный вариант А4, и позиционно у белых стало уже намного приятнее, так как у них есть линия Д прекрасная, ферзь на Б3 теперь будет переходить в район поля Е3, прекрасное поле, и недооценил, похоже, Рих эту позицию, так как в этом случае у черных здесь есть определенные уже главные боли, так скажем. А4 он сыграл, может быть, стоило попытаться опять-таки либо защитить как-то пешку, либо, может быть, может дать определенный какой-то шаг на Ц5, сказать сложно, потому что, скажем, если даете шаг, после ферзь Е3 опять-таки задается вопрос, а что делать дальше? Размены на руку белую. Слишком активный лази, и слон на G6 пока в ауте. Забегая вперед, он так и остался далеко. Итак, после хода ладья Д2, то есть здесь, так я прошу прощения, да, ладья Д2, H4, да, сыграл раппорт. GH, ферзь H2, казалось бы, все логично, ферзь проникает ближе к королю и готов здесь похозяйничать. Но очень точно было доиграть, слон F1 поддает на H4, понятное дело, и после G3 ферзь H5 возникла еще одна сложная позиция. Был также шаг на H2, который, не сказать, чтобы он, скажем, классный, потому что после хода слон G2 ферзь все-таки находится далеко, далеко от игры, но, тем не менее, черные здесь могли продолжать игру ходом C5, и после, скажем, хода ферзь C4 ладья C8, то есть занимать несколько пассивную стойку, и, правда, после B3 возникает опять-таки сложности с ходами, потому что все пешки заблокированы, и черным, по сути дела, кроме как возвращаться ферзем в район, скажем, поля H6, ну, больше особо ничего не придумаешь. То есть белые здесь все равно владели бы определенными инициативами и довели бы дальше. Что же можно сказать об активности черных? Где же у них была активная защита? Ну, давайте двинемся пока дальше. Итак, последовал ход ферзь H5, ферзь Е3, и вот здесь произошла, пожалуй, серьезная неточность, после которой действительно черным стало неприятно. они сыграли C5 и позволили сделать очень важную перестройку. Дуда делает ход король G2, после чего черный ферзь также оказывается не у дел, а белые фигуры занимают прекрасные позиции. То есть, слон на F1 готов выскакивать на C4, дальнейшее ферзь идет на F4, ну и, в общем-то, давление белых совершенно сумасшедшее. То есть, эти пешки никуда не идут, они заблокированы, слон на G6 в ауте, и просто могут закончиться в какой-то момент ходы. Ну, что же надо было делать вместо хода C5. Вместо хода C5 заслужил внимание, опять-таки, вот этот ключевой ход F5, который позволял черным получить как раз-таки вот эти вот встречные шансы. Ход, конечно, страшный, потому что мы видим и седьмой ряд начинает в некоторых вариантах гореть, но ход очень конкретный, давление на центр очень мощное, и теперь после хода Еф черный играет не слон F5, не пешкой бьют, а бьют именно лазью. Отдают пешку на Е6, и после хода король H7 висит пешка на F3, белые защищают ее ходом слон G2, и после ладья E8 черные фигуры начинают опять-таки активничать, скажем, белые могут вернуться на C4, но и вот в этой позиции у черных находится ход ладья F3. Ферзь H2, слон G2, ладья F8, король Е1, ферзь G1, слон F1, и возникала вот такая парадоксальная позиция, где белые не могут усилить игру, скажем, ферзь G1, но это опять-таки компьютерные варианты, мы видим совершенно сумасшедшие идеи, и здесь, пожалуй, кроме F4, G8 и повторения ходов делом особо ничего лучше не предложить, вот такая парадоксальная нища была в позиции, но опять-таки это слишком далеко, и на коротком контроле, когда точнее уже близкий к цветноту, такие решения очень опасны, требуют колоссальных усилий, так как мы видим, что черный король здесь чисто визуально не такой уж обеспеченный, в некоторых вариантах делом могут просто зайти по линии H, но тем не менее этот ход F5 был конкретным, и он, похоже, уравнивал полностью позицию. Что же последовало? После C5-C5, король G2, как я уже сказал, черные фигуры потеряли нить игры, и раппорт играя А4, понятно, что ход по большому счету не имел никакой здесь силы, Дуда расположился прекрасно на C4, после хода А3-B3 укрепился слон на C4, все фигуры у него стоят великолепно, и теперь уже нет времени на F5, мы видим, что нет времени на какие-то активные продолжения, белые готовы продолжать неприятно усиливать позицию. Ферзь E5, поэтому ход вынужденный, и ферзь F4, точный ход, предлагающий размен ферзей. Ну, и раппорт решил пойти в пассивную стойку, решил он взять, и надеялся он, видимо, что эта позиция держится, однако она оказалась тяжелой, ну, что предложить взамен, оставить ферзя в районе поля C3 или A1, конечно, такая опция была, но в этом случае белые могли продолжать атаку неспешно, пойти G4, возможно, поставить пешку на G5, может подвести на G3, то есть у них еще масса прекрасных полезных ходов, которые могут использовать и продолжать неприятнейшее давление. Как минимум G4, я не говорю уже о других каких-то ходах типа F6, который тотально забирает линию D, атаку пешку C5 еще параллельно, то есть полный обланш у белых на руках. В этом случае, конечно, тоже раппорту бы неприятно было, но он решил, видимо, так вот решить вопрос, однако эта позиция, как я сказал, оказалась тяжелейшей. Слон H5, король G3, компьютер здесь еще не понимает, что черных здесь трудности и старается пассивно защищать эту позицию, ладит C8, верит, что она в принципе защитима, однако по-человечески играть крайне неприятно, вынуждены просто стоять на месте и ждать, пока к вам придут гости. У белых же простой план, они защищают пешку на F3 и начинают движение королем у слона просит определиться. Ну и вот он решил сыграть G6 и, пожалуй, это последний такой уже ход решающий, который оказался плачевным. Ну как сказать, плохой позиции все ходы и решения кажутся плохими, но и вот после ход ладья D3, ладья Е8, король H4, король G7, король G5, совершенно потрясающая позиция на доске практически Цукцван. То есть действительно ничего не ходит, не ходит слон, все пешки заблокированы, король также не может двигаться, потому что король придет просто на F6 и просто красочная позиция на доске, дальше можно, не знаю, пить чай, может быть, и кофе, и улыбаться, просто улыбаться от счастья. Ну что же, ладья H8, и здесь после некоторых маневров по седьмому ряду Дуда решил несколько повторений осуществить для того, чтобы выиграть время, как раз-таки дойти до сорокового хода. Ну и вот, в общем-то, был главный вопрос, что же произошло бы, если черные сыграли бы ладья от С8. Как бы здесь белые выигрывали? А выигрывали они бы следующим образом. Ладья пошла на А7, скажем, ладья, допустим, А8, то есть, в случае пытается черные разменяться. Ну и здесь белые могут позволить себе простую реакцию. Они могут взять, а могут не взять. Но лучше все-таки подождать еще некоторое время. То есть, сейчас прошу прощения, потерялся вариант, да, то есть, вот в этой позиции вместо ладья С7 пойти Е5. То есть, вот так ключевая идея за белых, которая, по сути дела, приковывает черных полностью. И после, скажем, любого хода ладья Б8, ладья идет, ну, ладья вообще не может ходить, ладья, скажем, А8, белая ладья идет на С7, угрожает заход на Д7, и после ладья С8 белые могут не торопиться, ладья А7, опять-таки, создавая те же угрозы, после ладья А8 уже наконец-таки взять на А8 и ворваться другой ладью на Д7. В этом случае мы видим, что пешка на Е6 висит, ее защитить никак не удается, потому что в случае, скажем, ладья Е8 следует ход Ф5, таранящий позицию, разрывающий положение слона и пешки Е6, то есть, опять-таки, ключевой прорыв осуществляется. Ну, и, в общем-то, все плохо, потому что в случае Еф черные теряют все и сразу в этой позиции, там, не знаю, можно король А6 сыграть с последующими заходами, в общем-то, здесь, говорится, ума много не надо, но АЖФ теряет слона на А5, поэтому единственный ход здесь, хоть как-то на время продолжить игру слон бьет Ф3, но в этом случае добираются белые до пункта Ф7 и добираются очень красиво, после хода ладья Ф8, вот такой небольшой трюк, слон бьет Ф7, и здесь выясняется, что брать на Ф7 нельзя из-за хода Е6, и в этом случае мы видим, что не успевают черные добраться до пешки Д7, а в случае хода слон С6, допустим, в этой позиции слон С6 ход есть, белые играют ладья Д6, именно на Д6, атакую пешку Ж6 и стакую слона, и здесь позиция черных совершенно безнадежна, потому что брать на Ф7 ладьей нет никакого смысла, забирается сначала на Ж6, потом на С6, две связанные пешки образуются, а на король Ф7 ладья пьет пьет С6 и черные совершенно безнадежно стоят, так как нет на ладья Аш 8, скажем, губки 6 есть, самый простой, и в этом случае белые создают две связанные пешки, ну, скажем, выигрыш здесь слишком прост, соединяются они с пешками и выигрывают партию. Вот, в общем-то, такой вот тактический трюк, который оказался именно ключевым, то есть, он связан именно с ходом Ф5, естественно, Дудо бы нашел после контроля, то есть, эта идея витала абсолютно везде, ну, и, в общем-то, создал мини-шедевр позиционный, который оказался очень эффектным. Ну, что ж, дорогие друзья, надеюсь, было интересно, посмотрим, что нам готовит следующий тур, какие нам партии готовит, какие интересные события готовит. Ну, и мы видим, что Дуда в прекрасной форме, рапорту желаем возвращения в турнир, безусловно, ярчайший шахматист, будем за него тоже болеть и смотреть, как он себя проявит. И рад вас всех увидеть, до новых встреч тогда, и я с вами прощаюсь, увидимся на днях. Смотрите за шагом, подписывайтесь на канал Ческомру, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok,